В общем, наступил новый день, и мы идем прямо из дома Мельника в точку А, чтобы что-то откопать. Какое-то там колецо смертвоца вроде. Ох, я чувствую, я долго буду идти пешком. Три дня. А что у меня свинья нарисовалась? Типа... А! Точно, это же я очень сытая. Я забыла. Простите. Короче, я наелся до отвала. Так, ну пошли. Индро. Мы с тобой сократим путь. Так уж и будь. Через поля, через... А, кстати, Индро. Бутничеку. Как бы всегда со своим мечом. Капец, вот эта вот лиса. Я бы не хотела по лесам ходить. Не, не поймите меня неправильно, это приятно, но... Так бы из всяких-то муравьев, жуков, змей и прочего, что я бы так не ходила, как он. Без дорожек. Вот вообще бы не ходила. Йоу, надо правее, и я выйду тогда. Сейчас мы с ним как-нибудь поднимемся, возможно. То мы прям по бездорожью, по бездорожью ходим. Индро можно чуть быстрее? Спасибо. Благодарю. Давай. Я же знаю, ты компьютер. Ты можешь. Опа. Из каких-то кустов мы что-то куда-то вылезли потиху. Не, ладно, я спрячу меч свой, потому что я чувствую сейчас норвусь на кого-нибудь. Ага. Ага, ага, ага. Не, ага. Чей-то дом, дом надо обойти. Дом мы сейчас обходим. Где? Кстати, ничего. Я ничего не хочу сказать. Может, курицу стыбить? Ой, это что, погвоз, что ли? Йоу. Как-то не очень приятно. Ты узнал, где висельный холм. И что, здесь прям вешают людей вдали от всех? Или сюда приходит какая-нибудь толпа посмотреть на это? Интрига. Ой, жесть. А тут-то что делают, боюсь спросить? Прязы у человека и что? Ну, тут вешают, тут голову с плечи, тут-то что? Знать не хочу. Зачем я спрашиваю? О, овечки. Прикольно. Так. А, а, а. Вот тут а горит. А, а, а. Вот она могила. Вот она. Ну что, начать копать. Ну, начинай копать, Индро. Главное, что не я. Это очень приятно. Крест, господин. Ну и вонь, давненько тебя закатали. Использовал? На левый пусто, на право. Черт, тоже ничего. А где это треклянное кольцо? Меня сейчас тошнит от эвонии. Пешек мне за это заплатит. Вернуться к пешеку? Прям вернуться? Вы меня убиваете. Ой, жесть какая-то. Так, все миссии, я вам скажу. Ну ладно. К пешеку я вернусь, конечно же, быстрым переходом, потому что... Who cares? Давай. Давай, нажимайся. Yes. Переход. Yes. Go. Go, переход. Ой, нифига он пошел. Там тропинка была. Ты же знал. Пешек. Пешек, пешек. Так, Тереза. Ты все еще вяжешь там, шьешь это. Пешек. А ты все таскаешь, дед. А ты все таскаешь. Объясни-ка мне, значит, про кольцо. Рассказывай. Там не было кольца. В могиле было тело, но кольца на нем не было. Какого черта? Тише, Идра, астынь. Если кольца не было на трупе, его, наверное, палач снял. Ну, конечно. Теперь ты попросишь, чтобы я отобрал кольцо палача? Умница. Только подходить к нему с этим не стоит. Он не любит, когда с ним говорят о кражах у покойников. Лучше выкрасть его из дома. Ну, конечно, я это сделаю, потому что я должен тебе денег. Ладно, я найду кольцо. Оно должно быть спрятано где-то в доме в сундуке. И слушай, Идра, ты знаешь, что делать, если встретишься с замком? Что делать? Отжать сломану. Нет, придурок. Ласково и заботливо открыть его, без лишнего шума. Словно с девицей переспать. А, ты нас, наверное, научат, если я ему скажу, что я не могу вскрыть? Ну, давайте, я не могу вскрыть. Пусть поучат. Нет, как-то не доводилось. Черт побери. И убирай ты уже меня садаться с полным визиотом. Ладно, я научу тебя. Пойдем. Гуд лак ту ю. Санкую. Сейчас поучимся. Попробуй вскрыть сундук. Ну, вскрыть. Возьми отмечку в правую руку и нащупай зажим. В левой руке держи нож и в нужный момент поверни механизм. Ну, я так поняла, что это золотая фигня. О, это золотая фигня. Нашел? Отлично. Теперь поворачивай механизм ножом, да придерживай зажим отмечкой. Не то сорвется, а придется начинать заново. Все, что я знаю, это то, что нужно нажимать на D. Постепенно. Ты ловкий парень, Индра. Если тебя еще толк выйдет, не имею в виду, этот сундук так, была в сквозь. Но следующим замком лучше следить за отмечкой. Надо лучше следить за отмечкой. Да, это мое любимое значение. Если хочешь, можешь потренироваться еще. Потом бери за дело. Спасительный шнапс. Благодарю. 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 Хорошо, что не шуфлятка. На этом спасибо. А где я? Это у меня задолго что-то вывел потренироваться. Ну, класс. Научил, как научил. Может, еще что-нибудь, а? Эй, мельник. Шек. Можешь мне рассказать? Расскажи о других мельниках. Толк от тебя, пешек? Я не знаю. Я без тебя знала, как сломать замки. Но как сломать в таком случае тяжелые замки и все прочее, я не знаю. Аж, ладно. Пойду заново за этим кольцом. Это же надо мне обворовывать людей. Подхожу к дому. Мне же здесь надо воровать. А, вот, да. Вот и человек какой-то. Мне нужно найти кольцо. Вот, а мне палача и украсть его. Ну-ка, палач. Ну-ка, отвернись. Это не твой дом, это сарай. Это я точно знаю. Вскрыть замок. Блин, собака. Свинья! Свинья, собака. А, ну все, она лает. Меня заметили. Или нет? Свинья, ты жива? Ты жива? О, еще одна собака. Сколько вас тут? Странные вы, ребята. А можно собаке дать свинье? Она успокоится. Ух ты, сколько у тебя свинтусов, слышишь? Как там тебя? Так, частная территория. Где этот палач? Хоть поговорю с ним. Блин, три собаки. Не офигеешь ли ты часом, а? Палач Герман. Ты не так давно похоронил преступника. Попытаться заманить, выманить его из дома. А я попробую. Меня прислал мельник Пешек. Он извиняется, просит передать, чтобы в прошлый раз не довесил тебе муки. Просит прийти за тем, что тебе прочитается. Успех. Вот мошенник, сколько там? Полмешка. Никот чихнул. Это точно. Немедленно пойду к нему. Тупо Пешека подставили. Пешек такой... Индра... Что, он побежал прям? Он прям побежал. Такой, мука. Ой, пипец мы подставили. Ну, Пешек, ну ты сам напросился. Собака, отойди. Не смотри на меня так. Мне разрешили. Пипец у него, собак. Три. Три штуки. Ой, это ж надо. Мне кот чихнул, я вам скажу. Вскрываемся. У нас 21 отмычка. У нас есть все шансы. Наверное. Ох, нифига. Все шансы, сказала я. Где? Где? Я потерялась. Я потерялась. Вот. Нет, вот. А, посредине. Вот здесь надо держать. Я попробую еще раз. Главное, бедные собаки. Там заходится. А ему все равно. Замок кой пошел. А! Не получилось. Вскрыто. Еее. Сто пудов сейчас будет еще один замок. Сто пудов. Проституция есть. Ну да. Так, мы на частной территории. Сейчас мы себя чистим. Будь здоров. Вскрыть замок. Вскрыть замок. Ох ты. И откуда я знаю, в какой из них? На чем у тебя кровати ты один живешь? Дурак какой-то. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О! Мне кажется, ко мне пришла собака и сейчас меня схватит. Я случайно. Я случайно. Я случайно. Я случайно. Еее. Вскрыто. Украсть. Что украсть? Дубина, шкура. Ааа. Ничего нету. Тут нет кольца. Ладно, попробую еще раз. Блин, так-то мне не нравится вскрывать ваши эти замки. Так все развлечения. Я вам скажу. Так, украсть. Еее. Кольцо мертвеца. Есть. Отлично. Шикарно. А здесь что? Что? Это просто медный ободок. Оно у медного гроша не стоит. А, кольцо? Да. Фига, тебя обманули, Индра. Ну, хотя бы поешь. Ох, нифига. Подождите. Я не знаю, что это, но... А, это кинуть. Это мое. Я не хотела. Так, мне надо вернуться к пешеку. Ну, поела. Можно и вернуться. Если тут, конечно, нечего тырить. Так, сорян, батли. О, пешек. Пешек, тебе тут не заходили? Где твоя шапка? А, вот твоя шапка. Как ты быстро это... Выходишь из положения. Пешек. Пешек, не беси меня. Иди сюда. Слава Иисусу Христу. Ну, хорошо. Кольцо у меня. Я добыла для тебя кольцо. Отлично. Ты показал себя надежным парнем для такой работы. Теперь отнеси кольцо мельнику. Войтаку в кухельницу. Он даст тебе работы. И мне это тоже скоро понадобишься. Как сложно-то. Клевый парень здесь без работы не останется. По меньшей мере, я буду покупать у тебя сомнительный товар. Такие вещи, которые раньше принадлежали другим, кому впало, их не продажа. Хочешь съединить? У меня ее много. Это может пригодиться. Репутация повысилась. Ты будешь покупать у меня украденое? Спасибо, это может оказаться полезным. Ну, посмотрим, есть ли у меня украденое. А у меня есть. Давай подумай, что с этим делать. Давай. Чего? У нее карта сокровищ есть? Наставление? Отмычек у него куча. Ух ты! Пешек. Ну ты даешь. Давайте мы продадим... Что продадим? Что это такое? Что она красная? А что она красная дубина? А, вам не видно. Блин, короче, там ладошка такая. Сазер, ты пьяный? С своим шашлым дозом. Блин, у меня, короче, на дубине какая-то ладошка нарисована. Может, она типа двуручная? Фиг знает. Короче, у меня дубина, это... Де, я одну продам. Вот. Стрела... Факела три. Зачем я три факела? Я уже 50 так-то наторговала. Короче, проверяю корзину. Да. Проверяю корзину. И... Торгуюсь. Короче, он хочет дать мне 50 и 8. Можем поговорить о цене? Ну, можем попробовать. Давай, 50 и 8. Округлили, видимо. Я хочу. 53. Ну. Ну, наконец-то разумная цена. Ему понравилось. Подождите, я снизила, что ли? Подождите. Я сейчас повысила или снизила? Если я снизила, это будет так тупо. Я просто моргнула. Я не хотела ничего плохого. Боже. Мы продали все, что могли продать. Кроме матери своей. Но матери у нас нету. Ох, опять грустно стало. Добрый вор. Отнеси кольцо в мельницу. О, как далеко. С ума сошли. Чего ты меня кидаешь туда-сюда? Ладно. Второй подкат к Терезе. Тереза. Погуляем? Привет, Индра. Не хочешь прогуляться? А, вот. Давайте привет передадим. Матушу и Фритсу привет передавали. Они живы. Боже, как я рада. Они мне так не помогли. А где ты их повстречал? В Сазаве. Наткнулся на них у корчу. Где же еще? И как у них дела? Здорово, но дела не важно. Справляются. Здорово, но дела не важно. Живы, здоровы. Монахи их выходили. Вот только работы у них нет. И сами они долгают. Не знаешь, какого угла бы найти с работой для двух хреневых плотников? Здесь нет. Да и вряд ли где-то врата. Он полон бернцов, они все ищут работу. Плохо. Им очень нужна работа. А то натворят дел. Ты же их знаешь. Еще как. Поспрашивай на мельницах в маленьких деревнях. В идее ящик про мельник старый. Может, ему поможешь не так приглядь? Я буду. Спрашиваю, спасибо. Так. Не хочешь прогуляться? Прогуляться обоставлюсь, но сейчас не могу, Индра. Мне нужно время, чтобы прийти сюда. А на сколько можно прийти сюда? Анна Кот, я не буду больше моргать. Вебка, да. Вебка у меня у подруги взята. Я только об этом сегодня думала, что, блин, ты уже, наверное, года 2 и не возвращай вебку. Это пипец, конечно. А ты вообще отбита. Так, ладно. Че там? Куда там? А, в другую сторону? Обождите. На 180 нам надо. На 180 и пойти просто во все 4. Господи, Иисусе. Ладно, добрый год. Сохранишься, в сексуле. Итак, ты мельник? Мельник? Ты узнала, где мельник? Спасибо, спасибо. Я шел к тебе через все, что у меня... Здравствуйте, дамы. Крестьянка и девушка с мельницей Анна. Мать какая ты страшная. Господи. Лет 30 бухала. Боже мой, что потеряла? Глаза бы я потеряла, чтобы не видеть тебя. Ужас какой. Где там мельник? О, сундук. Ладно, не буду. Там очень сложный сундук. Не буду его скрывать. Боже, какая ты страшная. Вот справа нормальная женщина. Но я почему-то сразу подумала, что это мать, а потом я поставила на дочь, а она такая опухшая. Пипец. Мельник? Че ты там? Где ты ходишь? Посмотрите, у них мельница такая же, как у нас. О, тут два мельника. Крестьянин и мельник Войцов. Поговорить с Войциком. Давайте. Я тебе принес кольцо. Доброго тебе дня. Встань хотя бы. Поговори со мной нормально. А то как... Что? Что за конеры? Чел? Чел? Мне сказали отнести тебе это кольцо. Мельник Пешек из Ратайи передает тебе это кольцо. Кольцо? Вот. Блин, дело ты не видишь с ним затылком. Ни к чему на железку. Так ты инжек, верно? Пешек о тебе говорил. Пешек told me about you. Что? Ты его выбросил? Ты хоть знаешь, как ты меня был добыть? Я же говорю, это бейделица. Это была проверка. Хватит тебе смелости работать на мельник. Это наш обычай. Мы проверяем Юнсов, бываем бессмысленные задания. Мы даже узнали, скололы ли ты бессмысленными принципами или думаешь своей головой. Поздравляю, ты прошел испытание. Теперь у нас будет у тебя работа. Я даже лица твою не вижу. Поговори со мной нормально. Ну, хотя бы задачу выполнили. И репутация повысилась. Давайте я закончу разговор. И хотя бы встанет. Я не могу. Алло. Мужчина. Может, я сяду и мы поговорим? Как нормальные люди? Собственно, ты поговорить. Уже получше. Уже наполовину вижу. Есть тут работа для плотников? Мне плотники не нужны. Ладно. Как продавать краденое? Продать краденое. Я могу вам чем-нибудь помочь? Вам не нужна помощь? Ты очень кстати. Мне хотелось бы свести счет с начальником стражи в Танберге и отомстить ему. Я могу убить его с винилом. Я в этом профи. Ты, наверное, слышал, что сотник Борик из Танберга терпеть не может, когда у воинар снаряжение не в порядке. Начальник стражи, пан Борик, давайте вы просто по порядку расскажете мне, что нужно сделать. Дело в отчем. Я хочу, чтобы ты проник в арсенал в Танберге и украл несколько накидок с гербами. Я не хочу это делать, если честно. Когда пан Борик обнаружит пропажу, он вызовет начальника стражи, который охраняется ключи от арсенала, и который отвечает за сохранность его снаряжения. Когда Борик узнает, что из арсенала пропадают вещи, он его накажет, а я получу удовлетворение. Укради из арсенала не менее пяти накидок, чтобы пропажу могли обнаружить. Я не воспользуюсь этой возможностью, просто не хочу честно воровать. Ай, пожалуй, я не воспользуюсь этой возможностью. Жален, скажи мне, если передумаешь. Очень скучное задание, не хочу. Пройти обучение? А я могу какое? Обучение скрытности. Я бы хотела обучиться у тебя маскировке. Само собой. Новичок. Я хочу изучить основы. Ладно, это будет тебе стоить. Может, в другой раз. Я поняла. Короче, ничему я учиться не буду. Только когда у меня будет очень много денег. Закончить разговор. Ну. Было не очень интересно, ребят. Честно, зря я к вам шла. Ничего такого. Выполнила задание. Очень даже бесполезно. Дочь у вас страшная. Короче, полная туфта. Пойду-ка я в город к Панну Рацугу. Вот и все. Там интереснее будет. Ох, Индро. Индро, ты узнал, где точка перехода. Замечательно, спасибо. Я дошла до замка. Я дошла. Я иду. Здравствуйте, ребята. Что, а тут можно поесть возле замка? Воу. Воу. Стой, ты таков, куда идешь? А что, я идя к вам? Я Инджи, сын кузнеца из Кальция. Иду господину своему Панну Рацугу, побыльный из Двожица. Ну, конечно, Панну Рацугу. Я тогда папа римский. Что тебе нужно от Панны? Какой радости он должен тебя принимать? А что, мне просто нельзя зайти на вашу территорию? В принципе, вы такие злые или что? Мне надо рассказать Панну Рацугу, что стало с его мечом. Я кузнец Панна Рацуга. Пропусти ее, тебе гроши нужны. А у меня малая здесь репутация, всего 45. Я бы сказала про кузнеца Панна Рацуга. Брось, я тебе не крестьянный сокол. Я кузнец Панна Рацуга. Вместе не потолковать надо. Пробал. Моя работа таких не пущает. А теперь пошел прочь. Тогда первое. По мне, может, и не скажешь, но я честь и долг понимаю. Мой долг рассказать Панну Рацугу, что стало с мечом, который он ждет. Успе. Ну, как ты знаешь, иди. С тебя же шкуру спустят, если Панна Рацуга серчает. Здесь вы мне подняли репутацию? Господи, пройти уже нельзя. Это же надо. Мы узнали, где лагерь. Видимо, здесь. Хорошо. А-а-а! Так это лагерь чуваков из Скаллица, наверное, да? Я думаю, кто спит в палаках? Я не стал бы просить милостные люди добрые, но я вынужден. Я из Скаллица и, ну, вы знаете. Ну, да. Короче, это ребята из Скаллица. А можно ему дать поговорить эту монету? Можно ему дать? Энтро, ты здесь какими судьбами? Думал, у тебя живых нет. Долго рассказывает. Ты что, как из Скаллица выбрался? Ты не поверишь, что ночь разразилась. Разразилась жуткая буря, и нехвести Сигизмунда убежали, что там. Они не думают, что Пан Рацак нас под покровом бури и не увидят. Вся деревня шла, тихо, точная мушь, никто и не увидел. Когда эти головорезы утром напали, им только осталось, что старый замок с козлом внутри. Вот бы их розы видеть. И то верно. Славно вы их увидели. Еще увидимся. До свидания. Я хотела ему монету дать. А это мой знакомый. Черт, прости, чувак. Я бы тебе кинула монету, но нельзя. Игра не позволяет. И ты мой знакомый, нет? Доброго тебя дня. Нет, это меня не знает. Почему ты болтаешься без дела? Ну-ка! У тебя нет работы? Что ты себе позволяешь, мужик? Нет, мародеры с Экизмунда забрали все, что у меня было, и я вынужден просить подаяния. Сюда ты добрый, Прайн. Ты не мог бы что-то там. В чем дело? Поскольку я все потерял, стараюсь пыть, как могу. Однажды меня поймали, когда я залез в чужой карман, и с тех пор я даже не могу показаться на площади. Страшник сразу же на меня набросится. Так значит, ты вор? Ладно, переходи к делу, но руки держи на виду. Один ублюдок из Страша, паздер, отобрал мне гроши, которые я заработал, когда просил подаяния. Он заявил, что я их украл и забрал их себе, свинья такая. Ну так вот, если ты бы смог вытащить их из его кармана и вернуть тому, кому они принадлежат по праву, то с ней я бы с тобой поделился и еще научил бы тебя паре уловок. Что скажешь? Как бы не хочется. Блин, я не хочу воровать. Я не знаю, зачем мне игра так сильно... Ой, как мы толкаемся. С одной стороны, я просто хочу уметь это делать. Скрывать замки там, прокачаться по всем этим штукам. Ну и... Не, не вор. Найди кого-нибудь другого. Что, почему я забрала тебя? Ты уронил твоих потомков. Так уже, как ты можешь называть себя христианином, если ты отворачиваешься от ближнего папашу обеду? Господи, вот и подавай потом нищим. Хотела монетку им закинуть. Нифига. Да-то они дерзкие. Итак. Куда мы идем? А что это за звездочка? Новое задание. Угу. Купи вино. А, еще вино мы должны купить. Точно, это потом. Вот. Все-таки нам надо сюда. Воу, 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 люди, помогите мне, пожалуйста, искать. Я решила все, что у меня было. Ну-ка. А ты что, тоже будешь на меня орать? Что ты ждешь от меня? У-у-у. До свидания. До свидания. Хм. Дети, вы слышите, такие борзые. Помогай потом людям. Сколько раз убеждаюсь. По душе своей начинаешь кому-то что-то как-то нормально общаться. И потом на голову садятся. Так. Ну, а что я могу у них поесть? Может, я у них еще и поспать могу? Могу. Ах ты ж вы мои золотые. Ну, хоть на том спасибо. Итак. Идем. Идем, идем, идем. Да, мне все получилось. Вроде бы все правильно сделала. Мне, по крайней мере, про ошибки не сказали. А там было... О, открыть. Даже не взломать. Короче, ничего такого. Поэтому буду считать, что все под контролем. Ах, какая красивая лошадь. Лошадь. Лошадь Рацига. Нифига ты, красотка. Слышь. А ты чья? Ну-ка, покажись. Ах, блин. Мультик. Жаль. Я хотела на лошадку цель. Это не как Индра, кузнецов сын? Боже прав, точно он. Ты что здесь делаешь, парень? Мы думали, тебе конец. Я иду повидаться с паном Рациганом. У меня напали разбойники. Скажется, прости Ратарапюль. Мне с паном Рациганом поговорить. Он тут? Он в дворце с паном Ганушем из Ратая. В Перу, там, в рыцарском зале. А что тебе от него нужно? Мой отец ему меч выколол. Он просил меня отнести меч к пану Рацигу. Меча-то я не вижу. Ну да, на меня разбойники напали. Меч отняли. Мне нужно рассказать пану Рацигу, что случилось. А потом я меч отыщу. А ты ешь, конечно, Индра. Удачи. Спасибо. Индра у нас такое умственно стало. Мне его так жалко временами. Просто... Ой. А, так это Ярик и этот. А, это вы, ребят. Я вас не узнала. Так вот. Лошадь Птачика. Нет, ты, Лошадь Птачика, не такая красивая. А вот у Рацига прям будет здоров, конечно, лошадь. Так, нам сюда. Кто ты? Страшник. Наверное, туда. Вскрыть замок. Туалет открытый. Здесь все пируют? Нет, здесь не пируют. Здесь что-то готовят. Поесть из котелка. Не, ну подождите. Чего вы так сразу ко мне? Я что-то не понимаю? Блин, нельзя увеличить. Жаль. 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 Пацаны, а куда? Вверх еще? Вы в башне, что ли, пируете? Боюсь спросить. А нет, сюда. Куда-то показывают. Ну-ка. Опять туалет. Сколько у вас туалетов? Панове, я должен сказать вам за всей серьезностью, земля наша в полной зубе и чертовски глубоко. Дип-факин-шит. Дип-факин-шит. Подопечный мой, полагаю, не возражает, если я его замок одолжил. Почту за честь. Пиркштайн в вашем испоряжении настолько, насколько вам нужно, пан Рацик. Хорошо, что у вас еще один замок есть на том конце города, да? Как бы то ни было, я вам весьма признателен, пан Ян, и вам, пан Ганош. Не хотелось бы худо говорить о ваших людях, пан Рацик, но, скажем так, городские беженцы друг друга не сильно любят, говорят, до преступления дошло. Ну, щуп. Я не удивлена. Ну, пусть уж терпят, пока дело не разрешится. Но когда же все это разрешится? Ради чего, боже, право вообще эта война ведется? Честно скажу вам, пан, я не понимаю. Не вы одиночь. Полагаю, Сигизмунд изначально хотел убедить Вацлова принять корону империи, оправление богемии и оставить ему. И кто его станет в этом винить? Я знаю, Рацик, что Вацлова вас ждут, но даже вы должны признать, что король не на вас в этом сам. Не стану считать, что король пренебрег делами государства ради иных стремлений. В стране должен быть порядок, но дает ли господа, что заключили союз Сигизмундом, представляли себе, на что похожий ингерский порядок? Венгерский порядок, ха. Меня суды беспокоит то, что добрый христианин докатился до такой жестокости. Справедливости ради, вряд ли он думает, что половина страны поддержит короля, но теперь его милостью мы разрываемся на части, им надо все как-то привести под свою лазь. Зачем надо всего святого ему брать на службу этих варваров? Себролюбие, корень всех золпанч, войны стоят дорого, а это уже год тянется. Сигизмунд теперь нечем рыцарям платить, вот он навел этих суки ингреки, что поселились в Венгрии, и чем меньше он им платит, тем больше они возмещают себе грабежом. Вот почему он нас напал, хотел забрать на жизнь серебро. Забрал? Что ты тут делаешь? Нечего тебе тут делать, ходи прочь. Постой, это Инджик. Инджик, который исчез, когда ему ясно приказал оставаться в Таннберге. Простите, панно, я должен был похоронить родителей. Должен был? Думаешь, один, кто там кого-то потерял, но другие послушали свою господину. И ты, между прочим, не столько себя чуть не загубил. Пангори, что-то там, прости, но должен был. Вот теперь оно как, раз уж должен, так должен париться. Не, мешает эта штука. Твой отец был замечательным человеком, мама твоя тоже была замечательной. О, так это, может, папка наша, настоящая. Они заслужили христианского погребения. Хоть тебе это удалось? Нет, на меня напали грабители. Не стоять бы мне здесь и час, если бы не та девушка. Девушка? Дочь Мильника Тереза. Мильника, дочь тебя от разбойника спасла? Будешь что внукам рассказать? Я ей жизнь обязан. Она их отвлекла, а потом привезла меня в Ратай. Но без пана Борика нам бы обоим не жить. Вот я понимаю, слава девица. Ты за меня держись, парень. Жаль только, что твои родители похоронены на неосвященной земле. Теперь попадутся в чистилище. Тише, очи. И затем я вас приглашала, чтобы вы меня обидали, да еще и проповеди читали при этом. Если вас так беспокоит, очередите, спасите невинные души, добых христиан. Отправляйтесь к Калису и отсидите их могилу. Уверяю вас, если вас убьют все люди, ваша душа вас падает прямиком на небеса. Конечно, при условии, что вас вперва похоронят в освященном семье. Это если будет, что похоронить. Тело у вас раздобревшее, волки да вороны на славу папируют. А скелеты друг на друга все похожи. Как нам отличить ваши преподобные кости от гостей Сигизмана? Впрочем, ладно, зачем ты не делся? Я должен вернуть ваш меч. Мой меч? Меч у меня тут на поясе. Нет, меч, который мой отец вам выковал. Его у меня один из тех родителей это брал. Его чуть не убили, а он уже вернуться хочет. Весь в отца, видать. Парень, я лишился замка, деревни серебряных копий и добрых половинок подал. Чего ты взял, что меня волнует потеря одного меча? Потому что его мой отец последний выковал и обещал отцу, что отнесу его вам. Понимаю, я бы так же себя чувствовала, но благоразумие тебе забывать не стоит, а мертвец обещания уже не выполнит. Да уж, его баба спасла, он уже мстить собрался. Парень, не дурак, это и чашу. Мне нравится этот музык. Он не дурак. Инджих, ты парень храбрый, но тебе нужно подготовиться оружием и достать коня. Ты же не костью с грабителями, гряд, собрался. Нет, прошу, возьмите меня на службу, дайте шансы ему научиться. Кого наглость? Бежал от врагов, он выполнил приказ, надул пана Дивиша, меч потерял, подверг опасности своими действиями пана Горика, теперь он службу захотел. Промоция? Пан Птачек прав. Это, конечно, верно на то, что вы говорите, кроме бегства от врагов. Вы бы тоже убежали, поверьте. Определенное наказание Инджи заслужил, но как наказывать того, кто уже все потерял? Храбрость и слепое повиновение – хорошее качество для воина, но мудрый человек ценит также и верность, упорство, решимость. Кроме того, его отец выколол неплохой меч. Если он думает, что может его вернуть, отказываться не стану. Господин, но он же крестьянин, нельзя же крестьянину сделать отрежу носа из крестьянина. Это почему? Кто же сделал сбор его священника? Инджи, это крестьянин, не крестьянин очень, он кузнец, а после недавних событий мне нужны люди. Ну что, будешь служить мне? Господин, я… Да, буду, вы не пожалеете. Возможно, я не пожалею, только ради твоего отца, паренек. Не разочаруй меня. Наконец-то тебя угнул стач, парень, и упусти случайно. Я думаю, Пангануш, парню нужна подготовка, опыта набраться, а вам нужны оруженосцы. Это верно. Рихтер все время жалуется, что ваши люди в лагере бузят. Возможно, сегодня не человек-стража оказался бы, кстати. Возможно, в любом случае это будет полезный опыт. Индер, давай. Только сразу договор, жалуй меня, ему выплатите. Сотник Бернард, поднатаскайте его, а потом отрястся к своего рифтержу. Слушаюсь. Испуску ему не давайте. Это я вам обещаю. И запомни, Индер, не подведу меня. Не подведу, мой господин. Такие дела. Такие дела. Мне кажется, Индер такой тупой. Боже, куда он нарывается? С чем это делает? Правда, без его действий у нас бы игра никуда бы не двигалась. Но, господи, его безрассудство, это, конечно, что-то. О, боже, уже ночь. Какая жесть. Ладно, я, наверное, посплю, дождусь утра и потом уже буду во все вникать. Иди на площадку для упражнений и поговори с сотниками. Естественно, то есть мы уже заступили на службу. Хей-хо! На связи Pass It Mark. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось и вы хотите поддержать меня, то подпишитесь на канал. Всем спасибо, всех люблю и до встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok